Музыка Первый вопрос к вам, как представитель отдела по физической культуре. Как прошел 2017 год для отдела ФК в минувшем году? У нас сегодня функционирует 157 спортивных сооружений, из них 60 спортивных залов. В основном все спортивные сооружения соответствуют требованиям ГОСТа, где могут тренироваться дети, начиная с 8 лет. И у нас в городе также культивируется сегодня 22 вида спорта. У нас также имеются в основном такие виды, как вольная борьба, бокс, единоборство. Есть акробатика для детей, работают с детьми 287 тренеров. Почти три сотни педагогов. Да, и хочется отметить то, что работа в городе, спортивная работа поставлена на высоком уровне. Дело в том, что в этом 2017 году город Хасаюрт был признан лучшим в республике Дагестан. Дагестан заняла первое место в смотре конкурса среди городов о постановке спортивной работы. Были, значит, поощрены администрация города, глава города. Были нам выделены средства на 150 тысяч рублей, спортивный инвентарь. Сегодня у нас город, в отличие от других городов республики Дагестан, принимает в основном все, можно сказать, спортивные мероприятия республиканские, проводятся в нашем городе. Мы знаем, что у нас есть такие виды спорта, которые неоспоримо популярны. Это вольная борьба, это бокс, дзюдо. И хотелось бы затронуть еще один вид спорта, пока мы подробно не начали обсуждение работы спортивных школ. Еще такой вид спорта, как легкая атлетика. Как обстоят дела с этим, мы знаем, летом регулярно проводились эстафеты всевозможные. Вы знаете, легкая атлетика в городе на сегодняшний день очень сильно хромает. Можно сказать, его и нет у нас, потому что у нас нет специалистов по легкой атлетике. Но, несмотря на это, мы выезжаем на республиканские все соревнования, принимаем участие за счет студентов, которые у нас учатся в учебных заведениях. За счет них. И есть ребята, которые неплохие результаты даже показывают в республике. Поэтому, конечно, хотелось бы этот вид спорта, чтобы он у нас развивался. Но, опять-таки, вся загрузка в том, что нет специалистов. В Анапе у нас выступали девушки в конкурсе «Красота, грация, идеал». О нем тоже немножко хотелось бы попросить рассказать. Вы знаете, вот у нас в республике на сегодняшний день среди женщин, наверное, вот эти одни соревнования, это «Горянка», где вся республика приезжает и идет там отбор для участия во всероссийских соревнованиях. Вот наш город, Хасаюрт, значит, уже четвертый год подряд занимает первое место и представляет республику на всероссийских соревнованиях. И вот в этом году, это, можно сказать, уже не было исключением, мы приехали с командой, сборной команды, которая была сформирована, в основном сформирована, все участницы были из города Хасаюрта. Хотелось бы сейчас уже подробно узнать о работе спортивных школ. Ну, наверное, начнем с вашей школы. Хотелось бы спросить, как школа имени Мультова Баттерова встретила, ну, проводила, можно сказать, 2017 год, какие успехи, чем можете похвастаться? Да, 2017 год был, по-своему, конечно, очень тяжелый. Это начало нового олимпийского цикла тоже. Ну, по ходу, уже потихонку-потихонку, значит, наши воспитанники разошлись, будем говорить так. В школе, значит, культируется 10 видов спорта. И, как Амирбекс Владимирович сказал, что новый вид спорта мы включили, значит, образовательную программу нашей школы и фехтование. Вот, также дополнился очень сегодня набирающий обороты, очень молодой вид спорта, это греблинг. Вот, я думаю, что у этого вида спорта будущее очень большое. Ну, и по результатам, конечно, да, то, что касается результатов, я хочу сказать, что относительно того, как мои воспитанники и тренера нашей школы, по греблингу, в этом году у меня три человека стали чемпионами, победителем первенства России. Из них трое выступали на первенстве чемпионате мира, который проходил в Баку, и один наш воспитанник занял, значит, там первое место. Вот, выполнил норматив заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта России. Вот, документы его отправили на присвоение, но ждем вот сегодня-завтра. Это уже высокие результаты. Да, да, это неплохие результаты. Вот, есть два мастера спорта, тоже подготовили норматив по этому виду спорта. Присвоение уже есть кандидата в мастера спорта. Вот, что могу еще также сказать, отрадно мне, что бокс уже набирает хороший оборот у меня. В этом году подготовлено восемь победителей республики по различным возрастным категориям. Вот, недавно в городе Грозном, значит, прошел, прошло первенство России по боксу среди юниоров, и двое моих воспитанников заняли там третьи места. Сегодня они проходят, значит, учебно-треновочные сборы, где будет проводиться отбор к первенству Европы. Я думаю, что это для школы, для города большой результат. До сих пор вы все знаете, что Маханова школа во главе с Бутраевым, она показала высокий результат. Но сегодня мои воспитанники, воспитанники Мавлета Батырова потихоньку-потихоньку набирают, как говорится, обороты. Я думаю, что в скором будущем они покажут достойные, высокие показатели. Хочется отметить, конечно, работу тренеров по боксу. Да, это и такие выдающиеся в прошлом спортсмены, боксеры. Это и Шамиль Гаджиев, и Залимхан Юсупов, мастер спорта международного класса, соответственно, и мастер спорта Залимхан Юсупов. Лечи Тапашев, очень молодой тренер, очень показывает хорошую работу как организатор, как руководитель. И я думаю, что в этом таком тандеме, будем говорить, да, хотя там трое уже, да, будет результат в боксе тоже. Агитанских боксеров, чтобы отобраться на СКФУ и на чемпионат России. Постепенно, как я уже в боксе больше 10 лет, я вижу, что интерес растет и растет в нашем виде спорта. Думаю, в дальнейшем он будет наравне с такими видами спорта, как вольная борьба и ММА. Очень сильные ребята, думаю, у них есть будущее. Некоторые ребята мне вообще очень сильно понравились. Чувствуется мастерство, навыки. Чемпионы становятся вот от таких маленьких турниров. Чемпионат Дагестана, Республики, потом всесоюзные турниры, вот такие юридические. Надо почаще выступать нашим детям, и будут хорошие показатели. А так, по России, по России, я не скажу, что у нас плохой показатель, чем вольная борьба. Они наравне идут, бокс и вольная борьба у нас в Республике, и развивается. Я, конечно, успеху желаю. Спасибо Настру Денину Саидовичу, что он поддерживает. Он президент федерации бокса в городе. Хасаверт, как он стал президентом федерации бокса, уже уделяют на это внимание. Уже видно, что подарки есть, поддержки есть, губки. Какой-то другой вид стал соревнования. И в дальнейшем еще лучше будет. Вот, хотелось бы узнать, тоже передадим слово уже при этом году вам, как прошел минувший год для воспитанников и тренеров, и руководства, вообще, школы имени Шамиля Муханова. В нашей школе имени Шамиля Муханова занимается более 2000 детей. Школа большая, культивирует 7 видов спорта. Вольная борьба, бокс, дзюдо, самбо, тяжелая атлетика, тэхвандо. Сейчас самые молодые виды спорта у нас это дзюдо и тэхвандо, которые очень много детей, очень много занимаются этим видом спорта. Ну, вольная борьба, она была всегда царицей нашей школы. Но эти виды спорта сейчас идут на высоте. В этом году неплохо показали, неплохие показатели тоже. 6 мастеров спорта только подготовлено. И подтвердили около 25 спортсменов, мастера спорта подтвердили. Выполнили 22 кандидата мастера спорта и есть подтвердившие больше 20 человек. У нас в этом году очень хорошая новость. На Сурдо-Олимпийских играх наш Аскар Аскаров занял первое место, привез нам золото. Ну, я думаю, мы всем городом болели за это. Да, болели за него и этот самый хороший спортсмен, подающий большие надежды на будущее. А также наши спортсмены-техвандисты Подо и Салдибир и Магомед Загир. На чемпионаты Европы занял второе место, на чемпионаты мира занял второе место. Также Багаров Артем на чемпионате мира стал вторым. Но участвовал на Олимпиадах, но не повезло, как говорится, Олимпиаду он не выиграл. Хотелось бы отметить мне молодых наших тренеров. Эти, как Мухиев Шамиль, Ахмедов Сулайман, которые ребята работают два года. Но показали очень хорошие результаты. Уже есть у них кандидаты, мастера спорта. Очень прекрасные дети у них. Дети у них с 5-6 лет уже ходят. Прекрасные родительские комитеты у них, хочу сказать. С помощью этих детей они проводят очень много мероприятий. Также хочу отметить чемпиона Европы, не чемпиона, а призера Европы. Третье место Аджиева Имана. Чакаева Ахмеда хочу отметить, который занимает тоже призовые места и на чемпионатах Европы, и на чемпионате мира. По тяжелой атлетике призеры есть у нас в чемпионате России. В общем, работа идет, работа кипит. И большая заслуга в этом нашего директора, как Абакар сказал, нашего фаната. Он любитель своего дела. Любые соревнования, любые внутришкольные соревнования, какие бы соревнования ни были, он на первом месте. И у нас большое внимание уделяется массовому спорту. Много мы проводим внутришкольные соревнования с приглашением других школ. И вот эти массовые соревнования очень хорошо подтягивают детей, подтягивают родителей. В основном зрители у нас наши родители. Это очень, мне кажется, положительная сторона. И большая помощь нам бывает от наших родителей. От приобретения призов, приобретения наградного материала, плюс большая помощь от наших родителей. И хочется поблагодарить наше управление спорта, наше министерство спорта, что уделяет нам большое внимание, оказывает большую помощь при выездах на соревнованиях. И вот то, что я хотела сказать о нашей школе. Если можно, я добавлю. Абакар больше знает? Мы как-то с Амирбеком Саладиновичем, вот сейчас Боря Ахмедовна говорила про Сулеймана и Шамиля, это молодые тренера. Действительно, они только закончили, по-моему, педколледж, учатся, по-моему, педоинституте. И институт закончили. Закончили уже даже, да. И они тренера по тайквондо. И мы с Амирбеком Саладиновичем были приглашены один раз на мероприятие, которое они проводили в конце года, подведение итогов. Итогов. Амирбеком Саладиновичем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...